Привет, Глафи Геймс, на связи, друзья мои, Мафия Definitive Edition продолжается, я нажимаю кнопку Enter, всем приятного просмотра и погнали! Интермедиа, 38-й. Я так понял, Салиири готовился сделать ход? Да, вполне может быть. Но скоро сухой закон отменили, и весь бутлегерский бизнес лопнул к херам. Борьба за бухло теперь ничего не значила. Пару лет мы приходили в себя, но когда вернулись в дело, это было что-то. Бабки, поднятые на самогоне и канадском виске, мы вложили в новые предприятия. Часть из них легальные. Строительство, рестораны, перевозки, казино. Мы вкладывались во все, во все, кроме наркоты. К 35-му дела пошли в гору. Денег было много, они текли рекой. У меня были жена и дочь. Сэм управлял клубом Дона. Даже у Поли был кое-какой бизнес. Он не то чтобы был счастлив, скорее типа... Доволен. Да. Наверное. И Сальери начинает усиленно думать, как теперь выйти из тени Морелла. Заиметь своих копов, своих политиков. Интересно. Думаешь, Сальери подкупал политиков в 34-м? Возможно. А что? Несколько лет назад полиция нравов взяла судью за растление малолетки. В камере судья здорово разговаривался, хотел пойти на сделку со следствием. Признался, что брал взятки от Морелла и от твоего Сальери. Пытался их друг с другом стравить, но Морелла, узнав об этом, пригрозил заживо закопать его детей на пляже. Господи. Так вот в чем дело. Ты о чем? Морелла часто переходил нам путь, но не доводил дело до настоящей войны. А когда у Сальери появились свои тузы, Морелла начал соображать. И в 35-м врезал по нам изо всех сил. А ну-ка. А ну-ка, давайте мне 35-й. Я готов. Я готов. Бон аппетит. Ну и макнул его прямо мордой в спагетти. Эй, Томми! О, привет, босс, как дела? Рад, что ты здесь. Пожалуйста, босс. Я хотел отобедать у Пеппы, а Карла заболел. Подбросишь? Да, конечно. Вообще, говно вопрос, как они любят говорить. Говно вопрос, босс. Пушка с собой? Да. Понадобится? Ну, на всякий случай. Морелла последнее время притих. А может, зря я переживаю? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты глянь. Ты глянь на эту. Ой-ой-ой-ой-ой, погнали. Мне уже нравится. Ну, как идут дела там? Вы же знаете как. Все отлично. Конечно, знаю. Я каждый день просматриваю книги. Но с тех пор, как случилось то, что случилось, Капа должен лично говорить со своими солдатами, без посредников. Ну, теперь мы вводим дела с людьми поприличнее, чем раньше. Хорошо, что у нас столько важных шишек на содержание. Все лучше, чем эти мошенники, которые толкали Пойла до 21-й поправки. А, Том, это только начало. У меня большие планы. Очень много важных людей хотят быть вдоле. Рад это слышать. Сигаретку себе курит водила у него личный. Да, я понимаю, да? Папочка. Ты должен быть доволен. Хорошо отдохнуть от Поля и его безумных идей. С вами, босс, общаться интереснее, это уж точно. Ха-ха, еще бы. Но мы с Полей и Сэмом по-прежнему друзья. Мы через многое прошли вместе. Да, и не говори. Ресторан Пеппе. А ну, а эта машинка может? Пошел у него. Девушки отдыхают. Вам понравится это вино. А это? До сальери. Привет, мой друг. Прошу вас. Рад видеть, Пеппе. И я. Эй, сюда. У нас важный гость. Что сегодня в меню? Моя мама специально для вас приготовит габанату. Эй, целенто. Браво, браво. Мольто, Бене. О, позвольте подвинуть ваш стул. Вот, прошу. Давай, давай. Эк блюду. Киянти. Я берег это вино только для вас. Бене, Бене. Бене, 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 Бене. А другие слова ты знаешь? Я за рулем. Правильно. Красавчик. Молодец, что бросил пить там. Ну, Сара пообещала, что уйдет, если не брошу. Я знаю. Она сказала? Нет. Это моя идея. Пьяницы размекают дом. Я не хочу, чтобы ты допустил фатальную ошибку. Для вас и для вас. Пеппер, еда превосходна, как всегда. Мольто, граци, дон Сальери. Похвала от такого гурмана, как вы, это большая честь. Ты бы знал, что этот гурман ел на ужин. Мистер Морелла передает привет. Хорош. Вот это уже мафия. Какого черта? Морелла. Вот, мудак, не дал мне вино. А то, что он всех перестрелял, тебе пофиг, да? Главное, вино не дал попить. Гангстер. У них даже имен нет. Это просто гангстер. Выкури его, Джо. Черт, аккуратней. Через ту дверь не выбраться. Вы как? Бежать не смогу. Жрать меньше надо. Просто им в засаду. Я отвлеку их. Выходи с черного хода и обойди их. Уверены, босс? Замочи их всех, Томми. Никто из них не должен выжить, понял? Понял, босс. Вы держитесь. Да. Только поторопись. Давай, босс. Тихо, тихо, босс. Все нормально. Отхожу в укрытие. Анжела здесь, в переулке. Анжела здесь, в переулке. Да! Взрывай ещё, Тоби! Как-то давно я этого ждал! Ха-ха-ха! Ты внезапно заболел? Он кинул вас! Нас, Том! Ты тоже мог здесь погибнуть! Да, знаю, Босс! Карло живёт с одной бабой в Холбруке! Узнаем, что он может нам поверить! Погнали, Босс! Блин, жирно, жирно, жирно! Жми на газ, Том! Пока Карло дышит, я с каждой минутой становлюсь всё злее! Да, Босс! Не могу поверить, что эти козлы посмели разбить мою машину! Ну, конечно, это Карлок! Кто же ещё? Да уже, Том! У нас нет времени! Далеко ещё? Ну, конечно, это Карлок! Кто же ещё? Его папаша когда-то был дружком Морелло! Яблоко от ябла, неверно? Я плакал на его похоронах! А на похоронах его сына буду хохотать во всё горло! Его мать уже отвела, Том, а теперь она останется одна до конца своих дней! И ради чего? Ему что, бабок на дурь не хватало? Я втопчу его рожу в асфальт! Знаешь, Ярахт, я так рад, что это случилось! Одной крысы станет меньше, а мы наконец-то займёмся Морелло по-настоящему! Это была последняя капля! Похоже на то! Давайте я пойду первым, а? Вдруг Карло ждёт нас? Нет, Том! Моё лицо будет единственным, что увидит этот мудила! Какого хера? Неблагодарная продажная тварь! Дааа, блин! Тебя ждёт закрытый гроб, Карло! В порядке, боссы! Притомился! Дай-ка отдышусь! Притомился, бед! Надо же! Жирный и быстрый! Не дай ему удрать! На туре! Ай! Щас ещё бегать будем! Что-нибудь! А ну вернись, Карло! Меня хотят убить! Эй! Мы ещё не закончили! Музыка такая сразу, блин, это чётко! Томи! Я могу всё объяснить! Том! Прошу, подумай! А почему шифт не работает? Это специально, чтобы я его не догнал? Дай мне поговорить с боссом! Я всё ему объясню! Томи, пойми! Морелло пообещал убить мою маму! Меня заставили! Заставили! Они меня вынудили! Томи! Прошу! Я всё объясню! Вашей жизни не так уж! У тебя ещё жив? Я ему в голову как бы выстрелил! Теперь точно нет! Эй, Держо! Как ты? Всё путём? Да! Кто это? Постой-ка! Это Горди! Точно! Эй, Горди! Как дела, приятель? Тебя не узнать! В чём дело? Да! Ты говорил, у тебя проблемы в доках, так? Ну, всё было под контролем! В общем, я кое-что разузнал! Этот урод планировал стачку! Стачки вредят бизнесу! Если не сам их устраиваешь! Верно! Пора сменить руководство в профсоюзе! Ты же не против? Конечно! Славно! Так! А что насчёт второго дела? Поэтому я и здесь! Сальери ещё жив! Вот сука! Что случилось? Пока не знаю! Наши парни мертвые! Ресторан разнесли на куски! Хватит ныть! У нас тут важная тема! Что насчёт этого Карло? Мы нашли его труп! Голова раздавлена, как арбос! Никогда такого не видел! Сальери понял, что Карло его сдал! Твою мать! Я даже свои мысли не слышу! Начнётся война! Я же сказал, заднись, пидор! Война началась, когда мы убили Пепоны! Теперь она станет явной! Что я должен делать? Что и всегда! Пусть парни смотрят в оба и будут на готове! Хорошо! Я им передам! Ещё! Будь осторожен! Братишка! Ты тоже! Дон Морелла! Глава пройдена! Первый день войны! Едем дальше! С днём рождения! Тридцать пятый год! Поднимись наверх, Сальери! Очень серьёзная! Думаешь? Морелл... Убить Дона! Эй! Тебя ждут наверху! Сейчас поднимусь! Это война, Том! Отныне мы на войне! Кажется, сегодня всё спокойно! Забили окна, заколотили! Хорош! А, наверху? Блин! А, да, подожди, ступеньки здесь же! Как жизнь? Всё путём? Охрана должна быть на ногах круглые сутки! Здесь, на складе, здесь наших предприятий! Что будет с теми, кто платит нам за защиту? Все парни в сборе! Хорошо! Мы, наконец-то, идём за ним! Поджи! Сначала нужно его ослабить! У Морелла свои копы политики и даже судьи в арсенале! Мы не можем перекупить их всех! Нам нужно заставить их спрыгнуть с тонущего корабля! Если вольнуть одного козла, до остальных быстро дойдёт! Что быть с Морелла? Вредно для здоровья! Первый на очереди в могилу этот говнюк! Гелотти! Он всё ещё кипит из-за мёртвого сынка и будет с Морелла до последнего! Боже, этот хер гадит нам ещё с 32-го! Дайте мне с ним разобраться! Ты здесь как раз для этого! Винни уже всё спланировал! В честь своего дня рождения, чёртов советник закатит вечеринку на пароходе! Будет много шума, бухло, шлюхи, фейерверк! Он даже подготовил речь для прессы! Что насчёт охраны? Обычные телохранители! Парни с пушками! Кто ещё станет вписываться за такой кусок дерьма? Ясно! С наслаждением всажу пару пуль ему в башку! Погоди, малой! Гелотти продажит, но не так глуп! Охрана обыщет всех, кто заходит на борт! Ствол тебе никак не пронести! Так что? Бросить его за борт вдруг он не умеет плавать? Только избавь меня от своих шуток! Конечно, ты его нахер застрелишь! Загляни в галью на носа корабля! Местный уборщик получает от нас долю, он припрятал там револьвер! Затем просто подожди! В толпе! Только не выдавай себя! Жди, пока Гелотти не выйдет! Дождись, когда урод начнет толкать речь! И только тогда всади ему пулю в лоб! Сделай это в открытую! Нам нужна шумиха! Ясно! А как же мне вернуться на берег? Сами Поли сейчас в доках, как раз работают над этим вопросом! Встреться с ними, и они сообщат тебе об остальных деталях! Ладно! Этой мразе Гелотти конец, босс! Он вас больше не побеспокоит! Не сомневаюсь, Томми! Бона фортуна, Том! Бона фортуна, мужики! Так, доки, 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 на карте где... Ага, все, я понял! Так, вольно! Вольно, боец! Сейчас ласточку какую-то возьмем побыстрее! И погнали! И погнали, и погнали, и погнали! Так, а может пушку взять? Пушку же обязательно взять надо как бы... А, не пропустят! Блин, ну ладно! О, нормальная тачка! Мне хватит, ты такой! Мне хватит, ты такой! Ах! Красота! Ляпота! Да... Х Продолжение следует... Продолжение следует... Расписание вечеринки. Роберто Геллотти приглашает незабываемый вечер на борту королевы Лост Хевена. Пара ПВВ вместе с капитаном Уильямом Портером и экипажем королевы Лост Хевена. Мы выйдем в акваторию Вест Ривер и пройдем мимо центрального острова и высоких холмов Бич Хилл. Затем отправимся вдоль живописного берега Святого Павла, где вас будут ждать баржи, приготовленные для фейерверка. Красота. И это после трагической гибели его сына. Сэма. Где Сэма мне найти? Я хрен знаю, делаю. И вечеринки у него всегда шикарные. А вон стоит, понял. Уже отсюда вижу. Одинокий волк стоит. Или это просто сисьюрить? А, это, нет, это поле. Умеешь управлять этой штурой? Моли, чтобы я умел. Когда Гелотти откинет копыта, она может спасти тебя. Сэм сейчас возле доков думает, как доставить тебя на борт. Охренеть, тут еще лодочка. Ёлки-палки, хорош. Молодцы. Это чушь давно в прошлом, теперь банды борются между собой. Соседи думают, что она все еще здесь. Теренс, тебя тоже пригласили. О, тут будет фейерверк, слышал? И похоже, что у тебя есть приглашение. Мои друзья немного из другой сферы. Ладно, слушай, сюда. Там один матрос с парохода сильно ударился головой. Но зато его белоснежная форма в полном порядке. Спасибо, пойду найду его. Прямый размер подойдет, да? Так, требования безопасности от Геллоти. Всем, кого это касается, речь идет о предстоящем празднике на борту Королевы Лост Хевена. Сегодня меня предупредили о вероятности покушения на мою жизнь. В силу этого безопасность вечеринки будет обеспечивать моя личная охрана. От вас я ожидаю следующего. На борт опускаются только лица с билетами. У членов экипажа не будет доступа к бару. Я буду отдыхать там в обществе ближайших друзей. Экипаж Королевы Лост Хевена обязан обращать внимание на любое подозрительное поведение. Роберто Геллотти. О, куда-то нормально. Так, тихо, тут журнальчик где-то, да? Сигареты. Сигаретные вкладыши. Куда он его засунул? О, матросик. Ха-ха. Ты морячка, я моряк, ты на море, я на суше, мы не встретимся никак. Ладно, Томми, погнали. Шляпка супер. Шляпка у нас супер. О, наш человек, ты шляпу прибодил. Я знал, ты найдешь, Чет, вот он. Такую шляпу. Но не привлекай к себе внимания. Когда судно отплывет подальше, найди пушку. Уборщик спрятал ее в гальюне. Понял. Потом поднимайся наверх и жди. Когда Геллотти толкнет речь, шлепни его. Как оттуда свалить? Поле одолжил моторную лодку. После речи будет фейерверк, мы подплывем, когда он очнется. Постарайтесь не опаздывать. Да ты не волнуйся. Все пройдет как по маслу. Не волнуйся. Это же я туда иду. Поставь костюм себе, если не испортишь. Тебе? Спасибо, Поле. Красавчик. Думаешь, у него получится? Уверен, что он грохнет в Елоте. Но свалить с корабля? Тут разве ангел ему поможет? А раньше? Какой еще нахер ангел? Это мы ему должны помочь. О, у меня все затекло. Вошли. Работаем. Ра-бо-то-ем. Собираюсь гальон почистить. А то уже гости жалуются. Ты хочешь отмыть здесь сортиры? Как скажешь. Пройдись тряпкой по всем палубам. Так, расспросите матросов про уборщика. Так, идем. Матросов про уборщика. Что такое записка? Приглашает. А, мы все делаем. Мы читали. Так, пиши сюда. Хренеть. Вот этот парень. Шикарное. Тебе. 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 Раньше не встречались. Не знаю, брат. Это вряд ли. Где служил? Я тебя знаю. Может, ты из профсоюза? Прости, я не из этого города. Слушай, морячок. Вали-ка отсюда. Все, вопросов нет, босс? Похоже, у него неприятность. Да, ладно. Кажется. Наслаждаюсь игрой. Так. А еще мы. Дорогой Роберто, прежде всего прошу простить меня за то, что завтра я не смогу посетить твою вечеринку. В городе сейчас опасно и с моей стороны было бы неразумно показываться на улицах. К слову, я отправил для твоей защиты своих людей. Они уже должны быть на месте. Риск для меня это риск для всех нас. Пожалуйста, не волнуйся за меня. Наслаждайся праздником. Очень скоро Солери будет мертв и зарыт рядом с Рэнком Калетти. Вот тогда мы с тобой весело отметим твой день рождения и отпразднуем, что Эйнио Солери до своего не дожил. Марко. Хорошо. Отпразднуете вы, конечно. Все, вы отпразднуете, ребятки. Так, на карте не обозначены эти морячки. Одного встретилось. А, можно ниже спуститься. Да, у нее есть другие мужчины. Это для меня есть. Ты уборщика не видал? Нет. Но уверен, что он в машинном отделении валяется бухой. Все. Побольше нам не надо. А большего нам и не надо. Так, подожди, там что-то валяется. Здоров, парни. Я за журнальчиком. А ты не спешил, Тони, верно? Я спрятал пушку в толчке на корме, на средней палубе. Красавчик. Я храма прямо над нами, палубой выше. Ключ лежит на столе. Да. Так, подожди, тут лисичка. Я давно, кстати, лисичек не собирал. Очень много я пропустил, кстати, их. Ну ладно, хрен с ними. Так. Он здесь спрятал, я не пойму. Не, выше. Все, над нами сказал. Так, надо его вырубать. Что ты собираешься делать? Для начала хорошенько надеру тебе зад. Давай. Ага. Тихо. Сейчас мы его за борт. А можно его за борт кинуть? Никто же не заметит. Ладно. Блин, я хотел его в туалете здесь... Оставить. Давай. Где же ты, сука? Найди место с хорошим обзором. И не просто с хорошим найду, я с лучшим обзором найду место. Блин, как красиво, ты глянь. Ванильное небо. Титаник, город. Просто шикарно все. Ну ладно, до Титаника еще далеко, но все равно. Так, найти место. Место, 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 место. Место. Что так много аптечек? Кажется, да, уйти мне будет отсюда очень тяжело. Привет, Джон. Ну как, все, нравится? Конечно, пока в баре наливают. Молодец. Выпей еще за меня. Рад видеть. Развлекайтесь. Спасибо всем, спасибо. И добро пожаловать на мою небольшую вечеринку. Итак, как вы все знаете, это было нелегкое время. Три года назад мой дорогой сын Билли покинул этот мир. Он стал невинной жертвой бандитских разборок. Жертвой чумы, которая носит название «организованная преступность». С того самого дня я мечтаю об одном – искоренить эту чуму. Сегодня мы отмечаем мое пятидесятилетие и встречаем лучшее будущее для Лост Хевена. Я заявляю, что преступникам в этом городе не место. Мы утопим их в море, как крыс. Спасибо. Спасибо. А сейчас будет фейерверк. Давай, жду. Я жду фейерверк. Так, тихо, тихо, тихо. А то Меган нормальный. Сейчас быстренько еще аптечку возьмем. Так, ну что ты вжел, который мне не интересен? Ой, тихо, 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 это же обычная. А где моторная лу... А где она? А! Ой, тихо, тихо! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это я иду, 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 иду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Просто работаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Получено достижение Смерть на воде. Глава пройдена. С днем рождения! Красота! Ну что, ребят, давайте на этом тоже будем останавливать уже. Продолжение следует, как говорится. Вам огромное спасибо, и увидимся на новой серии. Всем пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова